Привет, ребята! Сегодня мы будем лепить всеми обожаемого паровозика Томаса и узнаем его историю создания. Кстати, вы знали, что сначала появились рассказы? Они-то и легли в основу мультсериала Томас и его друзья. Был английский священник и железнодорожный энтузиаст преподобный Уилберт Одри. Прямо как мы с вами, железнодорожные энтузиазмы. Так вот, в 1917 году, когда Уилберт был еще маленьким мальчиком, его семья переехала в деревеньку в графстве Уилтшир в Англии. И поселились в доме неподалеку от большой западной железной дороги, идущей от Паддингтона до Бристоля. Маленький Уилберт очень любил все, что связано с железной дорогой. И, пытаясь заснуть, он лежал в своей кровати с открытыми глазами и слышал пыхтение паровозов, которые проезжали по железной дороге мимо их дома. Ему казалось, как будто они разговаривают между собой. Много лет спустя, в 1940 году, когда Уилберт уже женился и сам стал отцом, он передал свою любовь к железным дорогам и своим сыновьям. В 1943 году его старший сын Кристофер заболел корью и был вынужден долгое время провести в постели. Уилберт со своей женой всячески утешали его, рассказывая ему разные сказки и потешки, но со временем они ему уже надоели. И однажды Уилберт, чтобы развеселить своего сына, нарисовал стоящие в один ряд на станции паровозы и для большего удовольствия одарил их лицами с разными эмоциями. Особенно внимание Кристофа привлек паровозик с печальным лицом, потому что он разделял с ним его настроение, и он начал задавать отцу много вопросов об этом паровозике, в том числе, как его зовут, что он делает. Первое имя, пришедшее на ум Уилберта, было Эдвард. Так что нашего Томаса изначально назвали Эдвардом, а не Томасом. Но вопросы все продолжались, и с каждым разом их было все больше и больше. Поэтому Уилберт написал небольшой рассказ «День Эдварда» и прочитал его Кристоферу. Сынишке он очень понравился. И через некоторое время он захотел узнать продолжение, и его любящий отец написал еще два рассказа «Эдвард и Гордон» и «Боясь дождя». Кристофер очень часто просил снова и снова прочитать ему эти рассказы, даже после выздоровления. И однажды эти милые истории услышала его жена. Она убедила его отнести в издательство рукописи. И он согласился после долгих уговоров. И мир вскоре узнал о компании паровозиков. Но найти издательство было не так-то просто. Издательство отказывались, а еще был кризис из-за Второй мировой войны. И не хватало бумаги. И сам Уилберт бы наверняка сдался, если бы его рассказы не попали в руки литературному агенту Эдди Трейг Грегорсон, которой они так понравились, что она приняла решение продолжить поиски. И, наконец-то, в сентябре 43-го года издательство «Эдмонд Ворд» согласилось опубликовать рассказы. Но им не понравилось, что история не закончила. Они потребовали дописать четвертый рассказ, чтобы хорошо закончить книгу. Уилберт согласился и написал. И только через два года, 12 мая 1945 года, мир встретил историю про паровозиков. Она имела огромный успех, и первоначальный тираж книги был продан в 22,5 тысячи экземпляров. Далее последовало еще 25 книг. А в 1983 году, идя по стопам своего отца, уже взрослый Кристофер начал писать истории для развлечения своего трехлетнего сына Ричарда. Книга «Действительно полезные паровозы» была первой из его 14 книг, которые развлекали уже второе поколение поклонников Томаса. Его последней книгой была «Томас и его друзья» с названием, как у мультика, которая стала финалом железнодорожных серий. Как я говорила уже ранее, история начиналась совсем не с Томаса. Но маленький синий паровоз с единичкой на борту, с беспечным озорным характером, стал самым популярным персонажем. Хотя он не был главным героем первых книг и появлялся далеко не во всех рассказах. Все книги с Томасом позднее стали известны как книги о танк-паровозе Томасе. Всего вышло 26 книг из серии, последняя из которых была напечатана в 1972 году. Эти книги про паровозики сделали Уилберта одним из самых популярных детских писателей в мире. Несмотря на то, что все персонажи книг были личностями и обладали характерами, логика рассказов следовала строгим железнодорожным правилам. И почти все истории были основаны на реальных железнодорожных происшествиях. Но у Томаса есть и реальный прототип. Это локомотив с широкими боковыми танками Е2. Однако Томас намного меньше в длине и имеет два дополнительных окна по бокам своей кабины и брызговики колес, чего не было у его прототипа. По статистике, железная дорога и игрушки Томаса и его друзья есть у каждого пятого ребенка планеты. Томас единственный вымышленный персонаж, который был включен в топ-100 тех, кто сделал Британию немножко счастливее по версии журнала Индепендент. А в 2015 году Томас и его друзья стали брендом номер один в категории игрушек для дошкольников сразу в нескольких странах. Если вам понравилась наша история, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите, что вы еще хотите слепить вместе с нами.